привет это второе занятие нашего такого своеобразного реалити-шоу мы обучаем юру английскому языку почти с нуля вот и сегодня второй урок он будет такой по длине и много разделов будет поэтому внимательно смотрите под видео откройте там будет как еще написано нажмите на это еще и вы видите полное описание которое будет входить во первых что было на уроке вас и чуть ниже будет домашнее задание да можно будет сделать домашнее задание и кстати тоже описание то же самое домашнее задание можно в группе galaxy english контакте посмотреть опять же то же самое видео и там же описание и там будут материалы galaxy english в этой вконтакте вот там можно будет посмотреть открыть все материалы кругу еще важными под видео будут допустим 00 две точки 19 секунд потом увидеть там где две минуты в точке там 13 секунд что это такое для того чтобы было удобнее скакать по всяким разделам видео ну допустим сейчас мы занимаемся вопросительными словами через время допустим фильм потом аудио потом топ 1000 вот будет у нас раздел чтобы быстрее можно можно было это все находить вы открываете описание под видео и щелкать и там будет таким пусть вы увидите временную такую шкалу нажимаете там будет допустим 00 19 вопросительные слова там допустим 45 минут 0 20 45 две точки 23 допустим видео фильм вот тогда будет понятно сейчас я щелкнув сюда сюда можно опять туда щелкнув чтобы было удобнее вот ну все пожалуйста ну привет привет юра сегодня какое число я не помню 8 8 2 урок у нас на аршу ну давай так и начнем мы с вопросительных предложений и вот у нас есть вопросы помнишь их то есть очень садово быстренько надо аху или еще можно переводить как кого знаешь да кого-то можно чекала ху мы не берем это немножко уже старейший вариант теперь чей чей да вот саху услуги к этому слову сразу же при прилепляется какое-то существительное допустим чая-то машина хус ка-кар из декса допустим ка-кар и здесь и здесь это да теперь что какой вот-вот или на допустим вот из-за что это вот из-за вот его фейерает дейл аудовый как допустим какой-то теперь где куда где куда на следующий раз постараюсь их всех так не с ними так тяжело и когда я учил они для меня это тянуте он и один с предложением их проработаем будет лучше вы уже да вы район куда ты идешь теперь когда вот когда вы да вы до конкурсом форум портописида когда почему почему такое знакомое а еще у вас значение допустим Допустим, ты закрыл балкон, допустим, да, предложение, а человек думает, why? Как ты думаешь, как оно переводится? Why? Зачем? Другой человек, да. Зачем? А еще есть значение, а что? А, что? А еще есть значение, да. Почему, зачем и а что? Просто их учить. Тяжело учитывается у меня. Да, тяжело, кажется, что с ними общение. Ну, сейчас мы проработаем. Теперь как? 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 Легко. Тут же вспоминается предложение. Как ты? Да, как ты поживаешь? А, who are you? Who – это кто? Who are you? Кто ты? А, кто ты? Как ты? Как дела? Как ты? Как поживаешь? Как дела? Как дела? How are you? Да? How? How are you? How is it going? Да, how? А то how? А то who? Who – это кто? Да, кто а? Надо запомнить. How are you? How is she? How is he? Так, теперь если у нас мы говорим о предметах, мы говорим о предметах, сколько, да, допустим, можно посчитать, вот конфетки у нас, да, можно посчитать, можно пересчитать, поэтому нет. How many? How many? How many? Это в предметах. Об исчисляемых. How many? How many friends have you got? How many friends do you have? Теперь, если неисчислямые, допустим, вот я нарисовал чашечку, там может быть любая жидкость, или, допустим, сахар, или кофе, или там, я не знаю, деньги даже, кстати, деньги, да, а не как вода. То есть how much есть. Ну, немножко вспомнил, можно будет подсматривать. И, кстати, эти все материалы, ну, опять же, люди смогут увидеть, а мы сейчас с тобой проработаем. Давай, постараемся так быстренько. Итак, первое, где ты живешь? Работа нас дух даст, ты знаешь, да, напоминаю, у нас время present simple. Мы говорим о действиях вообще. Самое простое действие, да? То есть регулярно, что-то происходит обычно, usually, всегда, допустим, always, никогда, never, sometimes, иногда, often, часто, seldom, редко, да, и для вопросов, да, стоит в отрицании don't, doesn't, ну, вот, где ты живешь, да, или, только где? Где, где, да, впереди, шеще, нужно, после слова. Что ты скажешь, сейчас ты спросил, что, что ты сейчас, ты живешь, да, где, 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 где она живет, мы будем быстро, да, where does he live, да, she live, да, she live, да, твердо, where does she live, да, они не могут мягкий знак сказать, да, поэтому они говорят, когда... Твердо, L, да? Да, L, вот прикинь, они когда говорят, там, допустим, семья, они говорят семья, потому что они не могут им, семья, да, там, там, ну, то есть, есть такая штука. То есть L, M, L, любая согласная, любая согласная остается твердой, да, поэтому не... Ты первый раз слышал, да. Ну, не учил, не знал об этом. Да ладно, что, серьезно? Серьезно, допустим, need, допустим, need, не need, да, это как русская. Мне нужно. I need. Это сразу нас выдает. I need. Мне нужно. Да? У них согласные, все твердые, и честно этого не знаешь. Need. I need. Допустим, I need your help. Попробуй, скажи. I need. 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 Как будто ты не хочешь, тебе лень говорить. Ну, ты не хочешь меня смягчать, хочешь... А, слушай, вот это ты мне такое простое правило сказал. Ну, реально я не знал. Есть такая штука, да. Там еще будет кое-что, но это... I need. Поэтому I live. I live. Where? I live. Еще раз, где ты живешь? Where? 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 Where do you live? Live. Do you live? Live. Представь себе, что ты не можешь говорить мягче. Ты live. Where do you live? Почти как a, да? Live. Все, я представлю. Где она живет? Where does she live? Where does she live? Where does she live? И немножко... Давай включим немножко такую волну, не просто ровная, как Google. В конце этого он будет. Как вообще это? Моц. Where does she live? Where does she live? А где они ударения? В какое, где они ставят? Where does she live? В целом, вот почувствуй. Допустим, если ты хочешь спросить, тебя интересует где, то ты говоришь where does she live, допустим. Where does she live? А если ты в общем так говоришь, where does she live? Ну, допустим. Where does she live? Ну, не так, что where does she live? Немножко чуть-чуть ожи. Okay, where does she live? Ну да, это же вопрос. Вопросительная атонация, да? Where does she live? Where does she live? Ну, нормально, хорошо. Где они живут? Where do... Правильно? Да, саду. Я помню. Отлично. Where do they... They... Да, шепелевая they. Ну, по-моему, у тебя нормально. They. Where does they live? Live. Live. Okay, where does them? Where are they? Lives. Это когда добавляется. Это мы ставим, когда у нас he, she, когда у нас третье лицо. Да, he lives. Допустим, он живет... She lives. Он живет... Давай-давай так. Он живет в Нью-Йорке. He. Lives. Lives. Ливз. 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 Также. Опять же. Показывает наше произношение русского. Когда мы говорим he. Понимаешь. Понимаешь? He. Ну, реально твердый и гласный. He. Оно у них более лёгкое, he, hi, не хай, ты говоришь, а хай, хай. Ты сказал твёрдый, всё, я понял, понял, стоп, 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 в основном твёрдый, но h, она звучит очень лёгко, воздушно, hi, hey, кстати, привет можно, hey, hey, guys, привет, ребята, hey, guys, то есть he, не he lives, а he lives, he, привыкни, he, это воздушный такой звук, he lives. Это плакат, на улице написано, скажи наркотикам, а большими буквами hi написано. Хай, серьёзно? Да, причём хай в таком круге написано, но там ни написано по украинскому, скажи наркотикам, он текст просто, ну вот тут висит возле кафешки. То есть скажи наркотикам привет, что ли? Скажи наркотикам ни по-украински, но с другой ни, оно отдельно, оно в красном шрифте, белом шрифте, да это написано, бель, это не золото, тут скажи наркотикам ни, так это реально написано, забавно. Так это мы выглядели, да? Не, а зачем, не надо, пусть будет. Так, дальше продолжаем. То есть, where do, он живёт в Нью-Йорке. He lives in New York. In, да, говорите? Да, in New York, хорошо. Теперь знань глагол, ты знаешь, да? No. Ну, британский I don't know. Вот разница между американским и британским, вот сейчас, допустим, I know, I know that, I know, обычный, да? На британский? Да. Теперь британский I know, I know that, I know, чуть-чуть на L похоже, да? I know, I don't know, I don't know, you, you, что-то такое, ну ладно, это уже такие тонкости. Теперь, кого ты знаешь? Кого ты знаешь? Мы можем взять whom, но давай будем брать более такой современный who, это кто и кого. Who do you know? Who do you know? No. Who do you know? Кого они знают? Who do you know? Who do you know? Расслабь. Who do you know? Who do you know? А теперь, who do you know? Who do you know? Я. А теперь, кого они знают? Who does они? Они не только что-то. А не, who do they know? Что он знает? They know. Что он знает? What, what, what do you know? Третье лицо. Он сбегает. What does, what does, what does he know? Ну, что они знают? What do they know? А, what do they know? А теперь глагол хотеть. Want. Так, какое яблоко ты хочешь? А теперь внимательно. Вот, ну да, в принципе можно сказать вот, но когда у нас ограниченное число предметов или чего-нибудь, то обычно, которая, да, уже идея возникает, который из этих. Поэтому можно сказать вот, но предпочтительнее сказать which. Потому что который из этих. То есть, какое яблоко ты хочешь, и идёт, мы говорим всё равно какой, а у них подразумевается, ага, ограниченное количество, то есть лучше сказать which. Который. Поэтому, какое яблоко ты хочешь? Это или то? Which. Стоп, какое яблоко, сразу же лепишь слово туда. Какое яблоко. А, то есть яблоко перед do ставится. Вначале which, да, какое яблоко, а потом уже do, does, дальше. Which apple. Which apple. Which apple. Ты хочешь, does, he. А, ты хочешь. Do you want? Хотеть? Want. А, ты же знаешь. Do you want. Помню, which apple. Глазки. Which apple. Так, позже, давай ещё расскажем. Давай. Which apple do you want? А, а теперь всё вместе. Which apple do you want? О, красавец. Надо попросить на это нас. Да, да, конечно. Это или то? Yes. Which apple do you want? Да, which apple do you want? This or then? That. Ещё раз. This or that? This or that. Ага. Всё вместе. This or that? Нет, я имею в виду which. Which apple do you want? This or that? А, теперь со мной. Which apple do you want? This or that? This apple do you want? Which apple do you want? This or that? Ага. Ну, вот уже получил следующее. Сколько яблок ты хочешь? How much? Сколько это? How much, смотри, это у нас чаё. How much? Это огни. А у нас можно посчитать конфетки. How many? How many apples? Да, apples, множество число, поэтому в конце apples. Apples. Ты хочешь, да? Да. Do you want? Да. Сколько сахара она хочет? Ну, имеется в виду, допустим, в чай, да? Допустим, how much? How much, да. Сахар, помнишь, как-то? Сахар сахтеплен, да? How much? А смотри, уже есть вопросительное слово, уже тогда артикер не ставится, да. How much sugar? 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 How much sugar? 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 Да, есть вопрос. Does she want? Does she want? А теперь само начало. She want? Без s. Want. Да, почему, does уже забрал. Правильно, does уже ушло туда. Итак. How much sugar does she want? Want. А теперь скажи, она хочет одну ложку. Teaspoon, можно сказать. She want. Третья лицо. Она хочет. Да, значит, нужно глаголу поставить. She wants. She wants. One чайная ложка. Teaspoon. Третья, да, чай, спун — это ложка, значит, чайная ложка. One teaspoon. Или a teaspoon. Чего? A sugar. Во-первых, сахар неисчисляем, и M мы не можем поставить, потому что A ставится перед одним предметом, который можно посчитать. А, да, да, да. А это неисчисляем. Да? И смотри, поскольку одну чашку чего? Сахара. Мы в русском языке, мы окончание поставили, и отлично. Сахар кого? Чего? Сахара. В английском нету окончания, да, такого. Тогда как выйти из положения? Если ты просто скажешь, A teaspoon sugar — это будет как бы какой-то ложечный сахар. Чайно-ложечный сахар. Потому что teaspoon превратится в прилагательное. То есть, чтобы была ложка чего, да, сахара, нужно перед сахаром поставить O of sugar. Да? A teaspoon — чайная ложка чего. Вот чтобы передать родителям поддержку, а вот чего, перед существительным нужно поставить O of sugar. Давай еще расскажу. Она хочет одну ложку сахара. She wants one teaspoon of sugar. O of sugar. И хотя там как бы F стоит, да? Ну, это как O of sugar. И когда быстро произносишь, ты говоришь не O of, а Teaspoon of sugar, of, 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 даже, даже, F. Да, допустим. Teaspoon of sugar, of. Teaspoon of sugar. Ну, как оно естественно произносится. Так, есть следующее. О, кто тебе нравится? Вот теперь у нас пошел глагол like. Ну, это what do you like? What do you like? Что тебе нравится? What do you like? Да, что? What do you like? Теперь, что это? Кто тебе нравится? Кто? Да. Ну, кто ты. То же самое. What do you like? Нет, прикол. Прикол, что ж. Как это? Подожди, кто тебе нравится? What do you like? И вот это что? А у нас кто тебе нравится? Вот. Who do you like? Да, правильно. Теперь, почему она тебе нравится? Почему? Это было слово почему. А, who. Вспомни песню. Tell me why, why, why. Да. Почему она тебе нравится? Она тебе. Да, а теперь главный секрет. Слушай, когда вот это она тебе нравится, нужно понимать, кто кого любит. То есть, почему она тебе нравится, значит, почему ты ее любишь. Вот так легче себе построить предложение. Понял? Попробуй. Итак, почему она тебе нравится, нужно в голове вначале переделать, почему ты ее любишь, и тогда будет легче выстроить предложение. Попробуй. Это вопрос, следовательно, для действия. Why do you love? Ну, love – это сильная любовь, а тебе как бы она нравится. What do you like? Why do you like? What do you like? Her. Why do you like? Why do you like? Да, why do you like? Без ничего, просто her. Да, а как задать вопрос? Ты ей нравишься? Сразу же нужно переделать, кто кого тут любит, да? Итак, ты ей нравишься, значит… Ты ей нравишься? Значит, она тебя любит, понял? Ага, ты ей нравишься? Да, то есть чтобы… Да. She… Это вопрос. А, она тебе… Итак, ты ей нравишься, значит… Does she like her? Я, я… А я про себя говорю. Значит, любит ли она тебя, да? Does she like you? You. Что им нравится? Что им нравится? What… А… Что им нравится? Да, что им нравится. Что… То есть что они любят? What… They love… Ну, во-первых, love – это любить силу. Ой, what they like? What they like? По-русски. Да, прикольно. Что они… Давай сам договоримся. Да, итак… Что им нравится? Что им нравится? Со временем ты автоматически это будешь переводить. What like? What like? They? Что любят? Класс! Еврокаты! И как? Что им нравится? Да. Значит, что они любят, верно? Что они любят? Что они любят? Что за вопрос? Да. Они любят. Пока ещё в автомат не переходят, но ничего-ничего. Вот. Что за вопрос? What? Они? What? Ну, любят. Like? Да, они. What like? The. Во-первых, в начале идёт подлежащие, а потом Google. They like, если что-то пошло, да? Правильно? They like. То есть не like the, это же не русский язык. They like, да? Значит, они любят. Я меняю местами. Я беру вопросительное слово. What? Потом эти два слова. Они любят меня местами. Прикольно. Вот если бы так было, это бы вообще было просто. Не, не покатит, не покатит. То есть, когда вопрос есть, менять местами не надо. С некоторыми глаголами. Такими как can. Can you help me? Can you help me? Okay. You can help me. Can you help me? Глагол ставится. Это мы пойдём дальше. Ладно. Пока сейчас у нас стандартный какой у нас ход. Сейчас мы идём. Как мы постоянно выделали? Вопросительное слово. Да. И красным выделено. What? А, what? Это же глагол. Это помогательное. Конечно. Нужно вот это довести до автоматизации. Причём вопрос. Хорошо. Что им нравится? What? 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 What do they love? Love? Прямо утром. They like. What? Да. С лайк немножко. Итак. Приходить. Или приезжать. Come. Да. Это приходить. Если go, идти, ехать куда-то, то come, приходить, приезжать. Поэтому даже говорят come with me. Идём со мной. Как бы я иду, а ты за мной, поэтому come with me. Идём со мной. Come on. Давай. Давай. Что-то сделаем. Призыв к действию. Или иногда come on. You're kidding. Да ладно. Ты шутишь. Камон ещё есть. Да ладно. Да ладно. Перестань. Перестань. Хватит мне заливать. Так. Да. Когда ты приходишь. Вот такое предложение. Когда. Допустим. Когда ты приходишь. Ну обычно. Когда ты приходишь с работы. When. Домой. When. Do. Ты приходишь. Do you. Когда ты обычно. When do you come here. When do you come here. Сюда. Или when do you come home. Home. Домой просто. Не-не-не. Yes. Вот. Go home. Да. Там не используется никакого предлога. Go home. Come home. Приходи домой. Просто home и всё. Да. Go home. Come home. When do you come home. Допустим. From work. Да. С работы. Хорошо. Следующее. Когда. Когда она приходит. When. Ну давай она. When. When does. He. Ну или she. Ну она. Да. Если мы говорим. When does. When does. When does. Come. When does she come. Всё. Всё нормально. Почему ты туда ходишь? Why. Да. Why. Do you. Ходишь. Go. Go. Туда. Why. Why. Do you go. Why. Do you go. Это слово. There. Да. Правильно. Why do you go there. Нормально. there. Да. Here. Дай я его выручу. Песня у Бетлз есть. Here. There. And everywhere. Здесь. Там. И везде. Есть такое песня. Так. Следующий. Куда ты едешь летом? и давай так что да да вот дую трава ну допустим куда она ездит зимой Так, хорошо, go мы сказали. Теперь у нас глагол стоить. Знаешь, как будет стоить? Кост. Да, кост. О, ты знаешь. Сколько это стоит? What – это что? А у нас сколько это стоит? Сколько? А, это стоит. А тут как? How или how? How – это как? А у нас сколько? How money? То есть сколько? У нас есть два варианта. How many? Или how much? Какой берешься? Это стоит? Сколько это стоит? How much – значит? How much, да. How much? Потому что речь идет о деньгах. How much money, можно сказать, да? How much – сколько денег? How much. Да, не how many, а именно how much. Потому что деньги, представь себе, как вода утекает. Да, оно как неисчисляемое. Да, оно как неисчисляемое. Неисчисляемое? Неисчисляемое. А даже в русском, мы же не говорим, дайте мне две деньги, да, или три деньги, да, верно ж? Это деньги. Все, я понял. То есть, это вот так – money. Вот. Если там гривны, это уже можно… Я думал, how much, потому что непонятно, о чем речь идет. Там, допустим, how many, там, бакс – это уже можно, сколько баксов, да, количество, но это вот другое дело. How much, how many, how much. Ну, в данном случае, how much, how much, how much, how much does it cost? Правильно, does – поставь, потому что it – третий раз, how much does it cost. Сколько они стоят? Ну, допустим, те джинсы. Я там вижу. Сколько они стоят, те джинсы? Итак, сколько они стоят, да. Не, просто, сколько они стоят? Ну да, ты видишь джинсы и показываешь, сколько они стоят. How much, how much, how much, how much, how much, how much do they cost? Правильно. Хорошо. Сколько денег тебе нужно? Теперь глагол «нужно». Need. Need, да, and, твердо need. Так, сколько денег тебе нужно? How, сейчас, how, сколько денег мне нужно? Да, да, да. Это исчисляемое, да? Тоже не исчисляемое. Тоже не исчисляемое. Тоже не исчисляемое. Надо даже сказать число. Или нет? Нет, 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 в английском деньги, сами по себе деньги не исчисляемые, да. Поэтому… Хорошо, how, сколько это стоит? Нет, сколько денег тебе нужно. Сколько денег тебе нужно? How much, how much, how much, how much, how much do… А, где же денег? Сколько денег тебе нужно? How much, это как с яблоком, да? А, там же ещё нужно поставить. How much money do you need? Need. Do you need? Need. Okay, how much money do you need? Теперь всё вместе, да. Теперь сколько билетов нам нужно? Билеты ты знаешь, да? Tickets. Тickets. Окей, сколько билетов тебе нужно? How… А, не исчисляемые. Знаешь, how… Не исчисляемые. Билеты. Билеты исчисляемые. Конечно, два билета. Меняем, поэтому how money… How many… How many… How many… How many… How many tickets do you need? Нам нужно. Do… Нам? Да. Us, по-моему, да? Us – это нас, а… То есть мы нуждаемся, да? How many tickets… How many tickets do… Нам нужно, значит, мы нуждаемся. Да, we. Do… Do we… Need. И всё вместе. How many tickets do we need? Сколько ему нужно билетов? How many tickets does he need? Кого ты видишь? See глагол. Кто? Who are you? Who is this? Who is this person? Who is this man? Who is that man? Да. Кого ты видишь, да? Да. Ты видишь, да, кого? Who… Who do… Кого ты видишь? Who do you see? Что он видит? What… Что, по-моему, да? Да, what… What do you see? What do you see? What do… What do… What do… What do… What does he see? What does he see? What does he see? Кого они видят? Издеваешься? Да, конечно. Кого не видишь? Кого не видишь? Who… 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 Who do… They… See… Когда я повторяю много раз, он начинается лучше. Он уже начинает въезжать в колею, да, только относит по дороге в разные стороны. Следующий глагол – слышать. Ну, это запросто. Слышать – это… Слышать – это… Блин, такой знакомый. Забыл. Да. Слышать, слышать. Что-то такое. He… Here. Here, да. Он пишется по-другому. Да, пишется по-другому уже. Here. И теперь, что ты слышишь? Что ты слышишь вечерами, да, вечером? Что ты слышишь? Вообще, опять же, смотри, не в данный момент мы говорим, да? Вообще. Все вот это «do does» мы говорим вообще. Регулярно что-то происходит. Время от времени. Редко иногда. Это ещё, это не в данный момент вообще. Это вообще, да. Да, да. То есть, что ты слышишь? What… То есть, по вечерам какие-то звуки, допустим, in the evening. Давай скажем, in the evening, да, вечером в конце добавим. Хорошо. What do you hear? Hear. Так звучит here, да? Так звучит одинаково. Только опять же, лёгко, да? Hear. Here. What do you hear? What do you hear in the evening? In the evening, окей. Но, допустим, мы можем сказать, can you hear me? Это уже модальный глагол, это забегает вперёд. Ты можешь меня слышать? Ты можешь? Can you hear me? Это даже в данный момент, ну ладно, это я забегаю уже. Ну да, я понял. Потом мы разберёмся. Так, что они слышат? Что они слышат? Что они слышат? Ага. What do they hear? Hear. Что вы понимаете или что ты понимаешь? Это одинаково. Ты знаешь, да? Вы или ты в английском одно слово «ю». Итак, что ты понимаешь или что вы понимаете? Что вы понимаете? What do you know? Понимаешь. Понимаешь. Знаешь. А, знаешь, понимаешь. Стоп, понимаешь и знаешь. Понимать. Разно. Ну да, понимать и знать. Понимать, я не помню. Это «знать» – «понимать» – такое длинное слово. Я не понимаю. Я не понимаю. Что ты понимаешь? Ага. Кого ты понимаешь? Who? Кого? Правильно. Who do you understand? Да. Who do you understand? Что ты помнишь? What? Ужил, да? Ужил, да? Ужил. What do you... Помнить, помнить. Помнить. Забыл. Forget-нул. Forget, да. Не, forget – это забывать. Я спросил, ты забыл? Ну, forget забывать, а помнить. Remember. А, remember, да. Remember, forget забывать. В чем вопрос? Вопрос – что ты помнишь? What do you remember? What do you remember? Кого ты помнишь? Who? Угу. Кого ты помнишь? Да. Кого ты знаешь? Не, на составленном, по-моему, это неправильно. Кого ты помнишь? Who do you remember? Да, who do you remember. Это правильно? Конечно, кого ты помнишь? Who do you remember? Да. Кого ты помнишь? Да. Ну, надо добавить кого, как-то обозначить. Who, вот, обозначить. Всё, понял. Да. Чьи слова ты помнишь? Слова будут… Помнишь, как у английских слова? О, слова. Слова. А, words. 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 Это и не о. И не ё. Да, это ж не words. Что-то среднее. Words. Как немецкое э. Ну, если вдруг там где-то приходилось. Words. Попробуй. Words. Окей. Чьи слова ты помнишь? Слово чей? Чьи. Есть оно здесь. Whose words? Whose words? Whose words? Do you remember? Ага. И давай ещё с whose что-нибудь придумаем такое. Чья – это сумка? Whose? Она находится близко. Whose? Сумка, знаешь, да? Да, стоп. Bag. И смотри, не просто bag, а bag. Чуть шире – a. Bag. 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 Не, нормально. Whose bag? Whose bag? Whose bag? Bag. Чья – это сумка? Да. Whose… Whose do… А, чья – это сумка. Сразу к вопросительному… Смотри, к вопросительному слову сразу же ты прилепляешь существительное. К вопросительному слову. А, чья сумка – это? Да, 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 да. Всё, наоборот. What… Вот это что, а у нас чья? Whose bag? Bag. Bag. Я хочу услышать только усилие, да, что ты как… Whose bag? Кажется, что они издеваются, говорят apple, да. Hey, man. Apple, да. Чувствуешь что-то? Cat. She's fat. Чувствуешь, что это? Cat. Да, fat. Cat. Чуть-чуть такое лёгкое нам непривычное растяжение. Чуть шире они говорят это – a. У них это естественно, они привыкли, поэтому нам немножко потренироваться. Cat. Попробуй. Cat. Fat. Теперь cat. Шире, высоко. Fat. Mad. He's madman. He's madman. He's madman. He's mad. He's mad. То есть, fat. То есть, допустим, who's bag? Ну, уже будет уже… Who's bag? Ну, можно… Не тянуть, да. Тянуть не надо. Who's bag? Чувствуешь? Bag. Bag. Попробуй. Who's bag? Даже вот возьми вот так руки, вот попробуй. Who's bag? Bag. Okay. Whose bag is this? Whose bag is this? Вот уже лучше. Is this. Теперь чья эта сумка находится далеко? В конце поменяется местами. Whose bag is there? That. That. Тот, да? This. Ещё раз. Whose bag is this? Whose bag is this? Whose bag is that? Whose bag is that? That. 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 Очень хорошо так произношено. Вот именно. That. That. Попробуй. That. That. That car. Whose bag is that? Whose bag is that? That. Во, 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 во. Ты знаешь, что я сейчас делаю? У тебя челюсть вот так бамс пошла. Упала. Вот это оно. Whose bag is that? Whose bag is that? Нет. И немножко расслабься. Здесь нормально. Можно там даже… Там мы что закончили? Вот здесь, да, страничка. То есть смотри, это будет как домашнее задание. Можешь себе попробовать. Вот это present simple. То есть мы present simple. Вопросительные слова и предложения прошли. Можешь сам себе даже, если будет время написать, проверить себя, написать на листике. Или ещё раз себя… Я понял. Посмотреть видео. Вот это будет как домашнее задание для людей, кто будет смотреть. С этим мы справились. Теперь у нас будет… 44 мини-топика. Ну, не все сразу. Мини-топикс, да? Мини-маленькие. Топикс – это темки. Ежедневные. Ну, к примеру, там, сказать спасибо, пожалуйста, выразить разные варианты. Общепотребительные темы. Общепотребительные. Ну, то, что мы сталкиваемся с тем, с этим мы сталкиваемся каждый день. Вот, там, кого-то там обвинить, там. Ты его accused, ты обвиняешь, а defense защищается, допустим. Я тебя уже жду, там, полчаса. Ты говоришь, ой, извини. Да нет, нет, все нормально, мы же договорились там. Ну, в таком духе. Потом, к примеру, там, нравится, не нравится что-то. Или, там, выразить желание. Вот сегодня у нас тема… Ваулитшин. 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 Желание. Выразить желание. Мы её начинали на том уроке. Да, по-моему, дальше несколько предложений. Давайте. Вот мы и продолжим. Итак, те слова, которые ты не знаешь, я тебе подскажу. Что ты хочешь? What do you want? Want, да. Doves — это голуби. Вот такое странное предложение. Я хочу два белых голубя. И почему это такое предложение? Я был как-то в Киеве, там, с этими голубами, есть даже фотографии. О, это такое классное ощущение, когда они сидят тебе на руках. Поэтому вот такое предложение. Итак, я хочу два белых голубя. Doves. I want two white doves. I want two white doves. Что она хочет? What do you want? Она. Третье лицо. What does she want? Да, если она на одну, то у нас ставится мастер. What does she want? What does she want? Она хочет барби. She wants a barbie. Итак, she wants. Я услышал. She wants. Да. Итак, если третье лицо, то глагол добавляется a. She wants a barbie. Да, одну. A barbie. Дальше. Что ты хочешь купить? Что ты хочешь купить? Что, что, что? What do you... Полезно, да, что вот здесь? Да, конечно, полезно. What do you buy? Что ты хочешь купить? What do you want to buy? To buy. Да, потому что что делать? Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать? Хочешь что сделать? To buy. А, это же как бы форма. Инфинитив, да. Когда глагол отвечает в предложении на вопрос, что делать, то в 90% очень часто, ну, бывают случаи, когда они ставятся, но это мы рассмотрим с модальными глаголами. Но обычно what do you want? Что сделать? Купить, значит, to buy. И американский вариант, what do you want? Ну, не американский разговорный вариант, когда want to, можно переделать как wanna. Wanna. Знаю кого? Wanna. Wanna, да, разговор. What do you wanna buy? Разговор на речи среди своих нормально. А вот оно, что значит. Да, what do you wanna want? То есть, что ты хочешь купить. Где-то там может быть официальная какая-то встреча, или более такая, знаешь, обстановка. То желательно. А вот gonna, это тоже gone to. Gone, да, going to. Допустим. I am going to buy a new car. I am going to. Я есть идущий, ну, в смысле, я собираюсь. I am going to buy, можно переделать. I am going to buy. Или даже I am going to buy. Следующий так. What do you want to buy? Я хочу купить планшет. Планшетный компьютер. Помнишь, как будет планшетный компьютер? Планшетный компьютер. Планшетный компьютер. An iPad. An iPad. Потому что начинается с согласной. То есть, слово, когда начинается с гласной. С гласной. С гласной. Тогда, чтобы красивее звучало, мы ставим an iPad. Или еще можно сказать планшетный компьютер. A tablet. 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 Tablet computer. Или a tablet PC. Like personal computer. PC сокращаем, да. A tablet PC. Давай, три варианта. An iPad. An iPad. A tablet PC. A tablet PC. A tablet computer. И вот предложение. Я хочу купить новый планшет. I want to buy. I want to buy. Или давай. I wanna buy. I wanna buy. I wanna buy. A tablet PC. Дважды a. I wanna buy. A new tablet PC. A new iPad. An iPad. Хорошо. Следующее. Что он хочет сделать? What do you do? Чем ты занимаешься? What do you do? What is your job? Что он хочет сделать? What are you do? Итак, что он хочет сделать? Что он хочет? What does he do? Что он хочет сделать? What does he want to do? To do. What does he want to do? What does he want to do? И обрати внимание. To do. To do. Видишь, оно на Эпривод, да? Так легче сказать. What does he want to do? What does he want to do? To do, да. Вот поэтому как бы... То же самое с ов. Помнишь ов? Of sugar. То есть так легче произносится. Дальше. Он хочет сидеть в интернете. Помнишь, как сидеть в интернете? In the internet. To serve in the internet. Нет, никаких нет. Serve the net. Serve the net. Serve the net. Да, серфировать. The net. Итак, он хочет сидеть в интернете. He wants... To serve. To serve. To serve. To serve. To serve. To serve, это значит, что он пошел там... To serve. To serve. To serve. In the net. The net. In... Никогда нету предлогов. To serve the net. The net. Еще раз. He wants to serve the net. He wants to serve the net. To serve the net. Дальше. А теперь более вежливая форма. Would like. Допустим, I... Хотелось бы, да? Like. Я бы... Would это означает бы. I would like. Я бы хотел. I would like... I would like some cheese. Сыра. Немного. Some cheese. I would like... A slice. Кусочек. A slice of cheese. A slice of lemon in my tea. A slice. Кусочек, да? Нарезанный. I would like. Я бы хотел. I would можно сократить. И сказать I'd. То есть I'd... Я помню. Апостоль. Буква D. Это I'd. Я бы хотел. I'd like. В вопросе, что происходит? Что ты хочешь? Что бы ты хотел? What? What. Would становится на первое место. What would you like? Как это переставляется? Ваше. Не вопрос. Когда задается вопрос, то уже do, does, нет. То есть вот своя ситуация. Какая? Перестановка. Допустим, I would like. Я бы хотел это утверждение. I would like. А теперь would you. Мы меняем места и получается вопрос. What would you like? What would you like? What would he like? Допустим, что он хотел бы? What would he like? Подожди, но в предыдущем там же это would использовалось, ну, в качестве would использовался do. Нет? Не похоже? Система нет? Для того, чтобы был вопрос. Он тоже представлялась. Там do. Здесь с некоторыми глаголами, сразу хочу сказать, хотя вроде бы говорится про то, что регулярно, не используется do, does. Допустим, в модале глагол can не используется. Но схема вот этого перестановки работает почти как с do. Да, то есть вспомогательный, да, как would. Он как would используется, почти как do. Он меняется. Да, да, да. Так, ну попробуй сказать, допустим, что бы он хотел. What? Тут без do получается. Да, то есть ставится would. Что бы он хотел? Вот. Тихо, что? What? You want? What? What? You want. What? You want. Хорошо, давай делаем утверждение. Я хотел бы заварить чай. To make tea. I want? Я бы хотел. Это I want – я хочу. А у нас более вежливо, да, я бы хотел. I would. I would. Want. Like. Да, вот теперь сейчас разберемся. Мы говорим по-русски, я бы хотел, но в английском В этом варианте получается так, мне бы понравилось, мне бы понравилось, но мы же так не говорим, мне бы понравилась чашечка чая сейчас, допустим, мы говорим, я бы хотел, так вот, когда мы говорим, я бы хотел, нужно понимать, что они говорят, я бы любил его, мне бы понравилось, I would like, то есть вместо want мы ставим like. Вот теперь, я хотел бы заварить чай. I would like, заварить, что сделать, значит, впереди. To? Заваривать чай, make tea. I would like to make tea. Ты бы хотел заварить чай? Вопрос. I would like, значит, здесь у нас... Would you like... А, would you like... Да-да-да, поехали, ещё раз. Would you like to make tea? Она хотела бы заварить? Would you... Would she likes... Like... As не ставится. Тут нет этого. Тут нет этого. Вод ведёт себя как модальный глагол, там нету s, ничего не ставится. Что такое модальный глагол? Потом мы писали. Would she like... Would she like... To make tea. Вспомнил, да? То есть, would переустановка. Ну и теперь такое положение. Куда бы ты хотел поехать? То есть, куда бы... Куда бы ты хотел... Где-то... Where... Where... Where do you... Where... Where want you... To go... To... To go... Да, всё вместе. Where would you like to go? Where would you like to go? И теперь ты говоришь, я хотел бы поехать на Мальдивские острова. Значит, это острова. Ну, обычные тут артикли. The... The... Мальдив... Мальдивский... Мальдив... The Maldive Islands. The Maldive Islands. The... The Maldive Islands. А вот теперь скажи, я хотел бы поехать на Мальдив... На Мальдивские острова. I would like... Или сокрути. I'd like... I'd like... To go... Направление, значит... To... To... Знал? Если мы движемся... To... I'd like to go to... I'd like to go to... A Maldive... И с островами обычно стоят. The Maldive... The Maldive Islands. I would like to go to the Maldive Islands. I would like to go to the Maldive... I would like to go... Я еще набор слов не сказал. Хорошо. Давай. Ну, давай, давай. I'd like... To go... To go? To... To... The Maldive Islands. I'd like to go to the Maldive Islands. I'd like to go to the Maldive Islands. I'd like to go to the Maldive Islands. To the Maldive Islands. Maldive Islands. Maldive Islands. Maldive Islands. Я хотел бы поехать на Мальдивские острова. I'd like to go to the Maldive Islands. Малдив? Малдив. 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 Есть. Куда бы твой репетитор хотел поехать? Значит, репетитор будет tutor. 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 Тьютор. Куда бы твой репетитор хотел поехать? Вот не спеши, медленно, проставь всё как по-моему. Куда? Where? Угу. Do. Where? У нас вежливая форма. Would like. Where would? А потом кто после would? Where would? Would you like? А, он, да. Where? Твой репетитор. Where would? Твой. Твой. Твой вставляется, да? Так. Какой твой? Your. Your. А, вспомни. You – это ты, а your – твой или ваше. Еще раз. Where? Так. Твой. Where? Это вежливо, да. Where would your репетитор? Тьютор? Тьютор? Do you like? Where would he like? Смотри, если кратко, да? Where would he like? Where would he like? Но вместо he мы ставим your tutor. Вот так просто. Итак, еще раз на начало. Where would… Where would your tutor… Тьютор? Тьютор? Как… Асути, давай проще. Куда бы он хотел поехать? ásмотрю… Давай проще. Куда бы он хотел поехать? Куда? Да, он хотел… där. Where would you… Йё, это ты. Where would he… To go? Ага. А, where would you, where would he want? Want не ставится после would. В этой конструкции у нас вежливая. Where would he like? То есть нужно понимать, когда мы говорим, я бы хотел, вежливая форма, would like, would like, would like, вместо want, like. Как меняется, значит, что, зачем идет, да? Итак, есть утверждение. I would like. То есть у нас два глобала. В вопросе would становится впереди, потом существовательно. Would you like, would he like, would she like, would your tutor like, would your friend like, would your cat like, would your... Неважно. То есть would, потом кто, а потом like, хотел бы. Ага. Погорел. Я теперь попробую, чью-то репетитор, еще раз. Куда бы твой репетитор хотел поехать? Where? Ну, я просто хотел бы, как оно написано, понять. Понимаю. Ну, пытайся, пытайся, ничего. Так, без вопроса оно звучит. I want. Итак, конструкция вежливая такая. I would like, я бы хотел. I would like. В вопросе would you like? Where would you like? Where would he like? Where would she like? Where would she like? Like, да? Еще раз. Where would your tutor like? Like, поехать. To go. Да. Where would your tutor like to go? Where would your tutor like to go? Итак, where понятно, потом would перестану. Would идёт, потом would. Потом кто? Where would your tutor like? Like. А, like. Where would he like? Where would he like? Where would your tutor like? Что сделать? To go. To go. Всё объясни. Where would your tutor like to go? Where would your tutor like to go? Он хотел бы поехать на Багамы. the Bahamas. The Bahamas. Повтори. The Bahamas. The Bahamas. The Bahamas. The Bahamas. Бахамы. The Bahamas. Он хотел бы поехать на Багамы. He want... Хотел бы. Он бы хотел. Конечно. He would like to go ...направление. To the Bahamas. The Bahamas. The Bahamas. He would like to go to the Bahamas. He would like to go to the Bahamas, ok, следующее. Куда бы ты... Не-не-не, где бы ты хотел жить? Где бы ты хотел жить? Где бы ты хотел жить? Ну, тоже куда, где то же самое, что куда. То же самое, что where. Где бы ты хотел жить? Where would you like... А кто? Where would you like to live? To live. Where would you like to live? Где бы она хотела жить? Where would she like to live? Где бы он хотел жить? Where would he like to live? Где бы они хотели жить? Where would they like to live? Теперь, я хотел бы жить в Чешской Республике. Czech Republic. Я хотел бы жить в Чешской Республике. Я хотел бы жить в Чешской Республике. Итак, это было would like. Теперь мы возвращаемся к нашему do does. Тут будет попроще. попроще. Ты хочешь петь? Итак, у нас знакомая do, does. Итак, ты хочешь петь? Do you, do you sing? Ты хочешь петь? Do you like, do you want to sing? Что делать? Sing. Что делать? To sing. Вновь, sing. Do you like to sing? Sing. Вновь, да? Sing. Do you want to sing? Да. Краткий ответ. Yes, I do. Yes, I do. Браво. Теперь, разве ты не хочешь выйти? Разве ты не хочешь выйти? Да, хороший вопрос. Как же сказать это разве? Итак, смотри, если мы говорим do you want to sing? Это значит, ты хочешь петь. Если мы хотим сказать, ты не хочешь петь? То есть, не прозвучало вопрос, да? Или разве ты не хочешь петь? Это одно и то же в английском. Вместо do мы ставим don't. Don't. Да, потому что, смотри, I don't want. Don't you want? Разве ты не хочешь ты, да? Don't you? Если do you want, это ты хочешь, а don't you want, ты не хочешь? Или разве ты не хочешь? Поэтому do, don't. Does, doesn't. То есть, это будет тот же самый вопрос, только с частичкой не. Или можно переводить как разве. Итак, давай, чтобы попроще. Do you want to sing? Переделай мне, разве ты не хочешь петь? Или ты не хочешь петь? Don't you want to sing? И по произношению, когда ты, если ты какая-то как you, то звучит не ты, а как че. Don't you want? Don't you? Да, есть такая штука. Вместо don't you, американцы говорят don't you want. Попробуй. Don't you want to sing? Don't you want to sing? Разве она не хочет петь? Don't she want? Третье лицо? Don't. Третье лицо? Doesn't. Or doesn't? She want to sing? Нет, не хочет. No, I don't. No, I don't. No, she doesn't. No, she doesn't. Так. Разве ты не хочешь выйти? Прогуляться. Знаешь, да, как будет? Да. Ты. Разве ты не хочешь выйти? Don't you want? Don't you want? Хочешь? Want? Don't you want? Want? Это не обычный фон. Выйти. Что сделать? To the out. To the out. To go out. To go out. To go out. Наружу, да? Все вместе. Разве ты не хочешь выйти? Не хочешь? Don't you want? Don't you want? Что сделать? To go out. 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 А теперь, don't you want to go out? Don't. Don't you. Don't you want to go out? To go out. Ответ нет. No. No. No, ты не хочешь. Нет, don't you want. А, don't, это же от себя. Нет, я не хочу. No, I don't. No, I don't. Есть. Разве она не хочет пятый iPhone? Doesn't. Doesn't she, doesn't she want a five? iPhone пятый. A five? iPhone. Итак, an iPhone. An. iPhone. An, да, потому что... Five же впереди. А, five, в конце five. А, an iPhone five. Five, да. Все вместе. Doesn't she want an iPhone five? Doesn't she want an iPhone five? Five, окей. Нет, не хочет. No, she doesn't. She doesn't. И следующее предложение. Она хочет белую кожаную сумочку. She wants... Третье лицо. She wants... Да, she wants... Одну, значит, a... A... Белая. White. White. Кожаная. Leather. Leather. A white leather. Handbag. 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 Hand-рука. Бэксум. Handbag. И в своем месте. She wants a white leather handbag. She wants a white... A white... A white leather leather handbag. Handbag. Да, есть. Теперь. Ты хотел бы попить? Опять мы возвращаемся к вежливой. Would like. Только у нас вопрос. Ты хотел бы попить? Нет. Теперь do does отбрасываем. У нас would в переднействе. Я уже понял, да. Вспомнил. Да, откровечно. Да, понимаю. Подождите, сейчас мы это... У нас тут осталось пять вопросов. И там маленькие перерывы сделаем, и потом у нас будет видео. Хорошо. Еще раз вопрос. Итак, ты хотел бы попить? Do you want... Это вообще... Ты хочешь пить? Do you want to drink? А, want. Да. У нас would like. Would like. Would like. Более вежливое фирм. Это вежливо. Хотел бы. Да. Would like. Бы. Хотел. И у нас вопрос. Перестану. Час. Час. Все легко. Я вижу, как тебе это легко. Это легко. Это легко. Очень легко. Да, просто ты делаешь вид, что тебе не легко. Дело видно, да. Ты хотел бы попить? Do. Stop. Do. Это хочешь пить. Да, у нас вопрос и вежливый. Наполнить? Не наполнить. Сейчас want это хотеть. Да, но у нас вежливо. У нас want вообще не катит здесь. Ну да, но I want это не оно. Да, сейчас вот очень. Ты можешь, конечно, сказать? Would like. Would like. Да, правильно. Мы зачем would like? Да. Ура, есть, точно. Would и want у меня они тоже сливаются. Would you like? Да, would you like to? Да, пить. Пить не помню. То есть быть рожашка. Дринки, да? Вот эти дринки. To drink. Да, все вместе. Would you like? Да, would you like to drink? Да, правильно, да. Yes, I would. Вот, да. Или, ну, хорошо. Ладно, это потом будет. Хорошо. Разве ты не хотел бы поесть? Я помню. Да, разве как? Так. Ты не хотел бы. Ты, ты, ты. You, ага. Don't. Don't. Don't you. А, don't. Поскольку у нас вежливая форма, то у нас would играет, do, do, там, do, does, нет вообще. Да, want, want. Ты хотел бы попить? Да, ты не хотел бы попить? То есть ты догадываешься по этой идее, да. То есть у нас отрицание то же самое, только с отрицанием. Смотри, там где было don't you want to sing, да? Не, разве ты не хочешь петь? Да, don't you. Don't you. Do, don't. Помнишь для отрицания? Don't you, да. То же самое здесь. Would, wouldn't. Wouldn't. А, это мы... Да, 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 с отрицанием. То есть тот же вопрос, только с отрицанием. Итак, ты не хотел бы поесть? Wouldn't. Wouldn't. You. Wouldn't you. Поесть. Wouldn't you. To. А хотел, а где хотел? Wouldn't you want? Нет. С would используется не want. Wouldn't. Would like запомнил. Would like. Wouldn't you like? Like. Ну, поесть. Да, to eat. Wouldn't you like to eat? Нет. Но, I wouldn't. I wouldn't. Да, мы тут говорим краткий ответ would, wouldn't, но чаще всего все-таки говорится другой. Сейчас мы к этому придем, чуть попойже. Но еще одно предложение, наверное, с would. Вопрос такой. Ты хотел бы иметь четвертый iPad? Хотел бы иметь... Конечно, уже устаревший, это у нас, но пусть не смогли. Пиши седьмой. Можно исправить запросто. Хорошо, исправляем. Так, похоже, чем он. Да, ты хотел бы иметь седьмой iPad? Wouldn't. Wouldn't. Просто обычный хотел бы ты. I want. Тут проще. Нет, нет, нет. Хотел бы ты без... Ну, нет отрицания просто. Но вежливая форма продолжается. Запутался сюда. Итак, вежливая форма. Ты бы хотел... Would you like. Да, would you like. Иметь. To have. Да, would you like to have. Седьмой он. An iPad. An iPad. An iPad. Seven. Would you like to have... Would you like to have an iPad seven? An iPad seven. Seven. Хорошо. С удовольствием, если вдруг знаешь варианты, как это сказать. Что такое? Итак, первый вариант. With pleasure. With pleasure. Удовольствием, да. With это с... With pleasure. With pleasure. Или... With pleasure. Я бы... Ну, эффект говорит. I would love to. I would love to. Я бы любил это, мне бы этого хотелось. Да, с удовольствием. I'd love to. I'd love to. Да. Или with pleasure. With pleasure. I'd love to. I'd love to. So, would you like to have an iPad seven? I'd love to. С удовольствием. I'd love to. I'd love to. I would love to. I'd love to. Love to. I'd love to. Или... I'd love to. With pleasure. With pleasure. С удовольствием, есть. И теперь, вот то, что я хотел сказать. Когда мы что-то кому-то предлагаем, то обычно у нас есть два варианта ответа. Yes, please. Да, если ты соглашуешься, ты говоришь, yes, please, пожалуйста. То есть, или если нет, то ты обязательно благодаришь, no, thank you. No, thank you. No? Yes, please. Yes, please. Да, у нас, по-моему, наоборот, да, да, спасибо, да, мы говорим. То есть чуть-чуть подруга у нас отказывается. Yes, please. Просто yes. No, thank you. Обязательно please добавляй. Да, yes, please. Ну, как, ну, можно сказать yes, no, ну, как бы заведи, ну, более так. Я понял. Да, что ты говоришь, yes, please, no, thank you. Ну, давай попробуем. Теперь два предложения у нас еще. Ты, вы хотели бы немного сока? Ну, вы хотели бы сока или немного сока? Опять же, вы же лайк. Would you like немного сока? Или просто сока? Не забыл, как, you know. A few. A few – это несколько, когда можно почитать предметы несколько. Few – это мало, a few – это несколько, когда мы можем почитать предметы. А у нас другое – some. Some, some, some. Да, есть some и any. Да. Как оно играет, тоже потом можно будет рассмотреть. Но пока, когда мы что-то предлагаем, да, то у нас там играет some. Ну, если что-то несчастливое. Would you like some juice? Would you like some juice? Да. Would you like some juice? Yes. И тут же, yes. Please. Yes, please. Теперь, разве вы не хотели бы чашечку чая? Тоже вежливая форма. Но только с отрицанием. Вежливая. То есть, если would you like, а у нас только с отрицанием. Don't. Стоп. Don't doesn't. Oh, you need a want. Итак, would you like – хотел бы ты. А как сделать «не хотел бы ты»? Want you like. Would it. Да, у нас же would. Надо частить с собой would. Да. Wouldn't you like. Like. Что? Чашку чая. Wouldn't you like a cup of tea? Нет. No. Thank you. No, thank you. Ну, давай еще одно предложение. И здесь пока достаточно. Разве она не хотела бы чашечку кофе? Wouldn't. Wouldn't. You like. А, ну. Wouldn't she like. Like. As she like. Yeah, у нас would, все, не каких-то мастеров. Все, я помню. Wouldn't she like a cup of tea? A cup of coffee. A cup of coffee. Да. Yes, please. Please, yes or not? No. No, please. Нет. Yes, please. No. Тут же благодаришь. Ты как бы людям сказала «нет». Благодарность, я забыл. Please – это спасибо. Нет, please. Ты просишь какой-то «yes, please». Пожалуйста. Да. А, thank you. No, thank you. No, thank you. No, thank you. Так. Так, хорошо. Так, готово? Продолжаю смотреть фильм. Хотел только один момент. У нас было предложение «The Hair Dresser». Сейчас, секундочку. The Hair. Подожди, давай сделаем пока паузу. Или потом вырежем, да? Да, давай, пока вырежем. Ну, не говорите, что же там мне надо. Скажешь, когда готовлю. А, всё, да, готов. Так, у нас была «The Hair Dryer» фен, да? «Was booby trapped». То есть «booby trapped», «was booby trapped», то есть он был начинен какой-то там штукой, которая то ли взрывается, то ли приносит какой-то ощерб, или боль, или что-то еще там. «Was booby trapped». То есть такая вот ловушка, которая была вставлена в этот самый «hair dryer» фен, и там что-то у него поэтому взорвалось. Всё, окей, продолжаем. «No fighting», никаких драк, да? «No fighting», «no fighting». «Allow me», «allow me», «let me», «allow» позволит, разрешить, «allow me», то есть «позволь мне». «I», «are we still on for dinner», «still» означает «все еще», «по-прежнему», «on», значит «are we still», «есть мы все еще on», как кнопку включаешь «on», да? «On», то есть «все еще включено», то есть «все в силе», «are we still on for dinner» по отношению к чему? «for dinner», по отношению к ужину. То есть «ужин в силе», видишь, «are we still on for dinner», «I'll be there», «я буду там». Да, то есть это «I will», «will» показывает направление, да, твой взгляд в сторону будущего, то есть «я буду», «I will be, там, there». Вот, кстати, да, слово «there», «I'll be there». «We have an audience». «We have an audience». «Odiens». Когда ты видишь две буквы «a» и «u» вместе, они читаются как «o». «Odiens». «Odiens». «Odiens», да, то есть это «зрители», у нас есть «зрители», «audience». «We have an audience». «Oh, such lovely audience we are having today». Такая милая аудитория, такие милые зрители сегодня у нас. «Odiens». «Like children». «Як». «Як», это возвращение, «фу», «як». Ещё у них говорят «iw», «iw», «iw». Есть такое, потом покажу, там две буквы «iw», и оно читается как «iw», «фу», «фу», «як». «I'm going to vomit». «I'm going», «I'm going», «ну, отправляемся». «Going», смотри, «going». «I'm going to vomit». «Смотри, «I'm going to», дословно «я есть идущий», то есть имеется в виду данный момент «to vomit», «вырвать». Но это не имеет в виду, что «я есть идущий», «я иду». Вся эта конструкция «going to», «i am going to», переводится как «я собираюсь». Но опять же говорить «я собираюсь вырвать» тоже как-то странно. То есть это будет переводиться «меня вырвет». Но почему именно так, а не просто «i will vomit», да? Можно сказать «i will vomit». Дело в том, что когда ты используешь вот эту конструкцию «i am going to», это значит, что всё идёт к тому, ситуация подсказывает, что сейчас это произойдёт. Всё движется к тому, да. Поэтому лучше сказать не «i will vomit», потому что «i will vomit» — это значит предсказание. Да, наверное, я, а может быть, нет. «I think I will vomit». Я думаю, я вырву, а может быть, нет. Это уже как прикол какой-то. Здесь же он чувствует, и поэтому он говорит «я есть идущий к тому». Ну, то есть меня сейчас вырвет, но в смысле он использует эту конструкцию «i am going to vomit». Чувствуешь разницу? Да. Вот, допустим, «it is going to rain». Тучи, мы видим тучи, мы говорим «это есть идущая дождь». «It is going to rain». Дожди, да, то есть выпадет. О, дождь собирается, да. «It is going to rain». То же самое здесь. «I am going to vomit». То есть меня вырвет. Хотя дословно «я есть идущий, чтобы вырвать». «To vomit». Так, дальше. «He is such a loser». «A loser». «He is such a loser». «He is such a loser». Да, он… «Он есть такой лузер». Да, он такой лузер. И, кстати, она сказала «I am going to vomit». Заметил? «You are going to I am going to». То есть она опять же делает разговорное «I am going to vomit». «He is such a loser», да, как она сказала. «I like Bob. He is nice». Понятно, да? «I like Bob». «He is nice». Ну, хороший он. «He is a boring». «Pen importer». «Importer». «Importer». «Он есть…» «He is boring». «Поринг» — это что-то… «He is boring». «Занудный». «Да, занудный, скучный». «He is boring». «Pen importer». «Pen» — это ручка. «Import» — импортировать, да? «Пен» — это ручка. «Пен» — это ручка. Значит, кто этот «Pen importer»? Как ты думаешь? «Import», да? «Импортировать». «Пен importer». «Импортная ручка». «Пен» — получается, как прилагательное к слову «imported». То есть, короче, если проще сказать, импортер ручек. «Пен importer». «Пен importer». «А, так это так и есть». «Да, да, да. То есть он продавец ручек. То есть он завозит ручки. «Он занудный продавец ручек». Да, то есть, ну так нельзя сказать «ручной импорт». Ну, ты понял, да? «Spain importer» — это тот, кто завозит ручки. «Hee does the same routine everyday. He does the same routine everyday. Ну, дословно, does, делает the same означает ту же самую рутину каждый день, да, у него каждый день одно и то же, да, одна и та же работа, ну, если так красиво перевести. Видишь, importer, не importer, а importer, d, похоже, да, опять же, по той же причине, d между классными, importer, попробуй, he's a boring pen importer. Is it как t между гласными? Да, потому что r не звучит, importer, попробуй, he's a boring pen importer, he's a boring, boring, sorry, boring, boring, как гудение, да, такое, he's a boring pen importer, importer, да, вон, вон, да, 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 оно не сильно резкое, такое importer, importer, да, 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 importer, ну, pt или как d, то есть не нужно слишком t говорить, но не нужно резко import d, там нету d такого резко, importer, как легче, да, 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 importer, да, то есть the same routine every day, he's like a robot, he's like a robot, he's like a robot, он есть, да, like, подобно, как, like, не только нравится, переводится, но еще like, как или подобно, как, он как робот, that's cause, cause это сокращение от слова because, потому что, that's because, because he is a robot, that's because, because, because he is a robot, и он есть, как будто, это есть, это, 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 есть, because, because, потому что, потому что, он, робот, да, это потому что, он и есть робот, он и есть, he is a robot, Сайборг, да, Сайборг, да, Сайборг, да, Сайборг, C��фром, the future, okay, киборг, да, сайборг, да, сайборг, uh, это третья формула глагола send, присылать, Send from the future. Future. Туры читаются в конце как Ч. Okay, a cyborg. Кто это? Догадываешься? A cyborg. Send from the future. Киборг. Киборг. Да, a cyborg. Send from the future. Send – это третья формула от глагола send. Присылать, отсылать. Send, send. То есть присланный из будущего. Присланный из будущего. Для чего? To destroy. То уничтожить? 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 Нужно громать. Уничтожить? Уничтожить? Хуманитый? Человечество. Хуманитый? Хуманитый? Пришивая, начнёт с нас. Начнёт с нас. Это я понял Φ. Такой — это я понял. Начнёт с нас. Начинает… Starting with us. И вот послушаю, сейчас о нём буду говорить. Старый –, Edu –nio! Neces ими! Начинаем с нами. Здесь сокращение it has been. Да-да-да, не пугайся, есть такое. It has been. То есть время какое? It has been. На что похоже? It has been. Почему не it is been? А, вот потому что нету такого it has been. А, нет такого нет, has been, это же какая-то форма. Или по смыслу подходит, типо, контекст. It has been. Well, да, ну, конечно. Well, это не только перевод, ну, вообще-то, well, вот так вот вначале обычно переводится как ну, то есть как бы ставка такая well. Ну, так вот, то есть. It has been three months. Это длится три месяца. It has been, допустим, давай проще. I drink tea every day. Да, вообще. Я пью чай. Теперь I am drinking. Я есть пьющий сейчас. Да, я пьющий сейчас. I am drinking. Я выпил. Я имею выпитым. I have been drunk. Я имею выпитым. Да, третья колонка неправда. Я выпил. I have drunk tea. То же самое здесь. It has been. Been – это третья форма от какого глагола? Ну, это какая-то форма… Ну, это какая-то форма… Да. Третья форма от глагола be – быть. Be. Да. То есть, it has been – дословно это имеет пробытым. То есть, прошло. Да? Прошло до настоящего момента три месяца. Да. Типа, ну, прошло три месяца. It has been three months. Следующее, да? Happy anniversary. Anniversary. Happy anniversary. Anniversary – это такое? Годовщина. Годовщина. Happy anniversary. Счастливая годовщина. А почему они говорят happy anniversary? Они говорят, it is happy anniversary. Happy anniversary – это как восклицание. Почему они говорят? О, what a beautiful day. О, happy birthday. Happy anniversary. What is it? What is it? Что случилось? Да, в чём дело? Что, если это был смысл, в чём дело? Ну, понятно, да. I have to tell you about my job. О, тут понятно. Я have to tell. Итак, have to. Ну, как бы зачем тут нам что-то… Ну, в смысле я понимаю всё это. А have to… Have to. Как говорится I have to? Have to. Я имею для… Нет, 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 нет. Вот тут же дело. Сейчас я объясню. Если ты говоришь I have a job. I have a good job. У меня есть хорошая работа. Есть работа. Но если have to добавляешь to, то это уже не имею. I have to, а я должен, вынужден. Ага. Это модальный глагол. Когда к have добавляется to, допустим, people have to eat and drink. Да? Люди должны работать и есть, иначе они… Ой, работать… Have to – это должен. Have to eat and drink. То есть кушать и пить, да? They have to do that. Они должны делать это. Have to. Вынуждены, обязаны. То есть это модальный глагол означает какое-то отношение к действию. То есть должны. Have to. Обстоятельства вынуждают. Допустим, pupils – ученики в школе – have to wear a school uniform. Они должны носить школьную форму. Have to. Такие правила. Have to. Должен. Да, тебя обстоятельства вынуждают. Если ты говоришь I must do that или this или it. I must do it. Это ты так считаешь. Я должен. I must do it. Я должен. Но если I have to… Ничего. I have to go to work tomorrow. Мне нужно идти. Я должен идти завтра на работу. I have to. Ага. Я должен поговорить. I have to tell you. Я должен тебе сказать. Сказать про мою работу. Надо. То есть уже накипел. I have to tell you about my job. This might shock you. This might shock you. Might – это модальный глагол. Это вторая форма. Первая – это may. May. Он мог бы сказать this may shock you. Это возможно шокирует тебя. Но might выражает меньшую вероятность. То есть он предполагает, что он, наверное, шокирует, а может и нет. Поэтому он так осторожно. This might shock you. Может быть. Если бы он сказал this may shock you, то это большая вероятность. У тебя это возможно шокирует. То есть, ну, в общем-то, можно на русский перевести просто это возможно тебя шокирует. This might shock you. You should know him. But you should know everything before this relationship. relationship. Тион читается как шин. Relation. Да. Relation. Relation. А вот в конце. Тион читается как шин. Relation. Только договори до конца. Relationship. Да. Relationship. Это отношение переводится. Relationship. Does. Goes. Further. 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 Это под ударением you are. Читается как a. Там th как the. Okay. But you should know everything. Но you, но ты, should know. Should, а означает тоже там модальный глагол, выражает тебе следует, стоит. Следует знать. Everything. Все. Everything. Перед тем, да. Before this relationship. Relationship. То есть, перед тем, как эти отношения. Не знаю, что такое relationship. А. Before this relationship. Goes further. Будут, ну, развиваться дальше в будущее. Будут развиваться дальше. Goes further. Before this relationship goes further. Don't bob. Okay. Don't bob. Don't bob. Don't bob. Don't do. Don't say. Don't say anything. Don't tell me. Don't. Только оно сокращенно. Не надо, да? Don't. Это означает не надо. Не надо. Не надо, да. То есть она не хочет? Она не хочет, да, чтобы он говорил. Ага. То есть, don't tell me. Don't say anything. Не говори ничего. Не говори. Боб. What? Что? 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 Что это? way to have you. I'm very happy when I'm with you. I always happy when I'm with you. When to have a you. one is ever- No one has always ever Has ever made me love Love like you do. love like you do. Okay, время, во-первых заметил, да? has made. Жует какой-то have ever made. Now do weaffilar. Итак, no one или nobody. Никто. Ever – когда-либо переводится. А теперь время – has made. Говорится. По времени всё получается. Has ever made me. Make – не только делать, но ещё заставлять. То есть no one has ever made me laugh. Love – это смеяться. Да, конструкция такая. Давай разберём, помочь, да? Я понял, has made – это вот время. Ever – это когда-либо. Когда-либо, да. Made me laugh – заставлять меня смеяться. Like you do. Like you. Нет, like как. Как ты это делаешь. Во избежание, чтобы не повторять глагол make, like you make, как ты заставляешь. А чтобы не повторять его, просто ставить do. Это специально так ставится во избежание повторения одного и того же глагола. Так, ну давай разберём. Итак, время какое? Настоящее? Да. Какое? А, вот это – has made. В смысле, какое время? Ещё раз. I drink. Present simple – это вообще. Present continuous – если сейчас. I am drinking. I am drinking. I am drinking, да. Я выпил. Я имею выпитым. I have drunk. Результат, да? Это результат, да? Present perfect. То есть говорится о том, что сделано к данному моменту. No one has ever made me laugh like you do. То есть no one. Никто. Никто. Ever. Никогда. Никогда. Ну, когда-либо, в смысле, никогда. Что сделано? Не сделал. Has made me. Не. За. Ста. Не заставлял. Не заставлял. Меня. Не. Смеяться. Смеяться. Как ты. Ну, в смысле, как ты. Как ты это делаешь. Да. Или просто, как ты. То есть, другими словами, никто меня так не веселил, как ты. Как ты. Как ты. Вот так вот простая фраза. Никто меня так не веселил, как ты. No one. Никто. Has ever made me. Когда-либо. Ever – это. Ну, никогда-либо, но в данном случае, как никогда. Никто не допрёс. Никогда has made, имел заставленный меня. Has ever made me laugh, смеяться, like you do. Немножко сложная конструкция, но со временем будет привычнее. And if I were single one. And if. And if I were a single one. По времени получается, да? Да, ещё три минуты. Хорошо. Давай. Сейчас. Сейчас. Почитаю сначала. And if I were a single woman, I could see a real future for us. Okay. And if I were a single woman. And if. If – это если. Were. Если я. Were. Была. Была. Была, да. Это условное предложение, поэтому здесь для всех лиц будет Were. Была бы. If he was. He were. She were. Ну, такая, ладно. Просто запомни, да. Допустим, если бы я был на твоём месте. If I were you. Если бы я был тобой. Ну, ладно. Просто такая, пока можно запомнить. If I were. Если бы я была. Одна, да. Одна женщина. Незаможная. I could. Could – это прошедшее от глагола can. Могу, can, да. А как могла бы. I could see. Видеть, да. A real future for us. Настоящее наше будущее. Я бы могла видеть вполне реальное наше будущее. Наше будущее, да. А как могла бы. A real future for us. Настоящее наше будущее. Окей. Да, слушай. I'm a package deal. I'm a package deal. I am a package. Знакомое, да, слово? Package. Поковка. Да. I'm a package deal. Дело, сделка. I am a package deal. Как ты думаешь, о чём она? I am a package deal. I am a package deal. То есть, до этого она говорила. If I were a single woman. Да, если бы я была одной. I could see a real future for us. But I am a package deal. То есть, deal. Дело, сделка. Package, упаковка. I'm a package deal. Как ты думаешь, о чём это она? Я бы сделал это. Нет, нет. Она говорит I am. I am. Я есть. Я являюсь. I am a package deal. Пока не совсем понятно, да? Смысл непонятно. Package deal. Хорошо, давай послушаем дальше. Илон тоже спрашивает. Меняем, да? Полный поставим сейчас. Еще минуты ровные есть. Окей, mean. Иметь. Сейчас. Итак. Давай. Окей. Видишь? Можешь прочесть. What do you mean? What do you mean? Mean означает, да, что ты имеешь в виду. Это выражение целое. Да. Итак, how can I put this gently? То есть, как я могу это положить, в смысле, выложить помягче? Как бы мне это сказать помягче? How can I put this gently? They hate me. Сказал помягче, да? They hate me. They hate me. They hate me. Они... Это они, да? Да. Они... They hate... Что это? Ненавидят. They hate me. Да. Как бы мне это сказать помягче? They hate me. А теперь посмотри на ее выражение лица, как она мягкая. Она же потом говорит. Посмотри, смотри. Да. Да. Типа смягчило. I can make them like me. Красавец! Это фраза вообще. Супер. I can make them like me. Я могу заставить их полюбить меня. Полюбить меня, да. Я их заставлю, типа, понимаешь? I can make them like me. I can make them like me. See. Видишь? Это видишь, да, значит? You can... Или see. Это не только видит, но еще понимать. You can't make kids like you. You can't make kids like you. You can't make kids like you. Как бы ты говорил. You can't make kids... Ты не можешь заставить полюбить you, тебя. You can make kids, ты не можешь заставить детей полюбить тебя, да? Полюбить тебя, да. Not mine. Not mine. Or anyone's. Or anyone's. То есть? Not mine. Not mine. То есть ты не можешь заставить полюбить людей. Ни моих. Not mine. Ни других. Ни кого-либо еще. Or anyone's. Чтобы было кого-чего. Апостроф с. Or или кого-либо. Почему не mine здесь стоит, а именно mine? Да? Ну вот такая форма его, да? Сейчас объясню. Mine может употребляться само по себе. А my всегда, после my всегда какого-то существительного. Допустим, my friends, my car. Но my, вот просто сказать not my, так нельзя. Потому что если ты хочешь само по себе его исполнить, то нужно ставить mine. Такая вот замена интересная. I can't make kids like you. Not mine or anyone's. Помнишь, она говорила, I am a package deal. Значит, что же это значит? Package – упаковка, deal – сделка. Ну хотя бы примерно. Помню, помню. То есть что это теперь, как бы ты понимаешь? Она говорит, my kids are my priority. То есть дети – мой приоритет, они на первом месте. Но дети – мой приоритет. Да. А что значит I am a package deal? I am a package deal. Помнишь, у нас была, да? У нас же говорила перед этим. Помню, да. Итак, если проще, я в упаковке. То есть я не одна, я иду с детьми. А, да, да. То есть то, что ты, ну как бы брак, который у нас будет, то есть ты должен понимать, что я в упаковке. То есть я иду ко мне еще прилагается в таком духе. Мои дети – through означает сквозь, через. A lot – это много. Да, и теперь ты видишь время какое. И как ты перейдёшь? Мои дети – have been through a lot. Мои дети со мной много. Время ты уже знаешь. Со мной? Ну когда они… Просто пробыли. пробыли со мной, пробыли, то есть пробыли through, нет, не со мной, просто through, сквозь меня, сквозь, а сквозь что? Они просто пробывали сквозь, имеется в виду по жизни, они многое пережили, допустим, то есть я прошел, я пробывал сквозь многое, то есть я многое пережил, то есть я имею пробытым, это как результат, да, как I have drunk, я имею выпитым, когда мы говорим, я выпил, есть результат, уже все, нет, чая, то же самое, I have been, я пробыл through a lot, то есть я через многое прошел, вот она говорит, my kids have been through a lot, то есть моим детям довелось многое испытать, можно сказать, они прошли через многое, they have been through a lot, and I don't think we should, I don't think we should take the next step until they won't up to you, and I don't think we should, что-то уже знакомо, да, следует, стоит, да, мы, что нам следует, делать следующий шаг until, до тех пор, пока they warm up to you, warm, warm, теплый или разогреться, стать теплее, пока они не станут лучше относиться к тебе, да, лучше относиться или потеплее к тебе, warm up добавляет, как бы полное, ну, как бы качество полное, warm up to you, until they warm up to you, потому что сейчас они hate him, то есть ненавидят hate, until they warm up to you, можешь так сказать, until they warm up to you, until they warm up to you, doesn't your happiness count, happiness, счастливое, счастье, count, считать или считаться, учитываться, быть важным, doesn't your happiness count, он спрашивает, ну, doesn't это не что-то, да, с отрицанием, да, то есть вопрос с отрицанием, или разве, да, помнишь, что это было? Разве, ага, разве, да, doesn't your happiness count? Разве не счастливый? Happiness – это счастье, наоборот. А, разве your happiness, твое счастье, счастье, count? Count – считаться, быть важным, doesn't your happiness count? Считается. А он уже с отрицанием. А, разве не считается? Разве твое счастье не считается, разве оно не важно? Смотри, давай так, чтобы было понятнее, спросим, положительный у нас будет вопрос, без отрицания, допустим, does your happiness count? Тут понятно, да? Does your happiness count? То есть твое счастье считается или важно? А, считается, в смысле, важно. Да, понял, да? Ази только с отрицательной частицей подсчитает, doesn't your happiness count? То есть твое счастье не важно? Не важно. Разве твое счастье не важно, не считается? Yes. Или учитывается, ну, так вот, excuse me, смотри, перед тем, как кого-то, да, чем-то, допустим, озаботить или побеспокоить, excuse me, перед тем, как. Но если бы уже что-то он наступил на ногу или что-нибудь еще сделали, пролил бы на нее, то I'm sorry. Sorry, I gotta go. I gotta go. Ну, это я буду найти. Окей, I gotta, британский вариант, но ты знаешь, T между гласными как D. Вот это D. Во-вторых, O они как А говорят. Помнишь, I'm still working on it? Помнишь, что у нас было на том? Да, полно. Вот это вот песня, поэтому I gotta, she's gotta, she's got it, your baby, she's gotta. Вот это, she's gotta, которую пели, там на самом деле she, she's got it. У нее есть это, she has got it. Got it. Или she's got, she's got it. То есть вместо she's got it, она поет песни she's got it. Во-первых, A и T как D, she's got it. Окажется, что she's got it. То есть у нее есть это, she's got it, she has got it. Она имеет это. То же самое здесь. Ты знаешь, что have to, I have to do this, у нас сегодня было, я должен это сделать, да? Можно сказать британский вариант. I have got, это тоже самое, I have got to do this, я обязан. Потом have выбрасываем, делаем I got to do this, это тоже самое, я должен это сделать. И теперь последнее изменение, got to, мы слепим, получается gota, но читается gotta. То есть gotta на сленге разговорный вариант означает должен. I gotta go, попробуй. I gotta go. Gotta. I gotta go. То есть я должен идти. Это то же самое, что I have to go. Или то же самое британский вариант I have got to go. Или I got to go, то же самое, или I gotta go. Вот, то есть я должен идти. Emergency. 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 То есть экстренный случай, да? Что-то там. Что-то случилось на работе. Да, что-то какое-то, срочное что-то. Emergency at work. Ты помнишь, кто он? Ну, шпион. Не-не-не, подожди, вот для нее же он кто? A man important. Да? Поставщик ручек. А, да, да. То есть для него же он поставщик ручек. И вот он говорит. Срочное что-то. А теперь она… Слышишь дальше. Emergency at work. No ink? No ink? Нет, нет этих… Ваши тони. Нет пасты. Нет чернил. Чернил закончились. It's much bigger. It's much bigger. It's much bigger. Ну, это понятно, что-то больше. Намного больше. Ну, проблема. Большой, bigger, больше. Матч усиливает. Намного. Гораздо сложнее. Гораздо сложнее, да? Гораздо сложнее. Sorry really. Sorry. Видишь, вот теперь он ее… Поэтому sorry really или I'm sorry really. Реально, да? Действительно. I will explain. Explain. Объяснять. Everything tomorrow. Я все объясню. Да. I will explain. Everything. 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 Thing. Everything. 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 Tomorrow. Завтра, да? I will explain everything tomorrow. Okay. I'll see you tomorrow. Okay. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Все. Нормально. Это у нас получилось. Сейчас у нас 0,0551. Так. Так. Теперь у нас аудио, да? Мы продолжим этот трек. Да, я понял. Диалог. Как-то у нас difficult customer. Вот. Мы начнем слушать. Опять же, мы слушаем. Ты говоришь по-английски. Хорошо. То, что услышал. What's good here? У нас, да? What's good here? What's good here? What's good here? What is good here? What is good here? А good это что? Это что? Хорошее. Хорошо, да. Что хорошего здесь? Да, что здесь у вас хорошее? What's good here? Хорошо, да? For you, sir? Тоже у нас было, да? Ну, немножко вспоминаем. For you, sir. For you, sir. Знакомо, да? Для вас. I would recommend spaghetti and meatballs. I would recommend spaghetti and meatballs. Тоже было, да? Да. Я бы рекомендовал вам спагетти и фрикадельки. Близко, очень близко, почти все услышал еще один раз. И последний раз, и потом я тебе скажу еще раз. Жарить картошку, это вот эти как чипсы, ну не чипсы, а картофель-фри в Макдонаде. Называется, ну если полностью French Fries, то есть французская картошка как бы получается, но чаще как Fries. То есть картофель-фри это Fries сокращенно. То есть Coke and Fries, как бы такая парочка, да? Кока-кола и картошка. И получается, does it come with Coke and Fries? Does it come? Come приходить. То есть как-то это по-русски на что похоже? Does it come with Coke and Fries? Does it come? Ну, вам предложить или... Does it come with Coke and Fries? То есть his order, его заказ, да? Does it come with Coke and Fries? Does it come with Coke and Fries? Coke. Не совсем понятно, да? Итак, does it come... Я does забыл, что это... Does it... Does для вопросов. Разы. А, это он спрашивает вам. Да. Does it come with Coke and Fries? Вы хотите... Does it... Does it... А, это будет... Заказ. Этот будет... Это заказ будет вместе с... Да? То есть... А, будет вместе с Coca-Cola. То есть приходит с... То есть этот заказ вместе... То есть... Да, но у вас... К нему идет еще... У вас еще идет Coca-Cola и... Да. Does it come with Coke and Fries? С Coca-Cola и Fries. Понял, да? It comes with either soup or salad. Что? Хорошо. No, this come is... Еще раз. Еще раз. It comes with either soup or salad. It comes with... Да, it comes with... With soup or salad. И там еще одно слово. Давай еще раз. It comes with... Правильно. И там еще одно слово. Расслушаем слово. It comes with... Either. Да. Either. Британский вариант either. Все, кстати, то, что мы сейчас говорим, это можно будет видеть по тексту, так что ничего страшного, если вдруг там на слух кому-то что-то сейчас непонятно, все это можно посмотреть. Итак, either. Британский вариант. Either. Американский. Или. Допустим. Either this or that. Или. Этот. Или тот. Either. Или перевод. Или, да. So, it comes with... Either. То есть там в заказе либо то, либо то. Да, оно идет вместе с тем или с тем. Давай еще раз послушаем. It comes with either soup or salad. То есть либо идет... Soup or salad. Да. And a complimentary glass of wine. And a complimentary glass of wine. Комплиментарий дополнительный, то есть бесплатно. В данном случае бесплатно. Да, в таком случае бесплатно. Комплиментарий glass of wine. Ну, сэр опять же обращение. I'll go. I'll go, да. I'll go. I'll go with... Os. Os. Сейчас еще раз. Забывать. I'll go with... Os. О, ага, еще раз давай сейчас. I'll go with the spaghetti and meatballs. I'll go with the spaghetti and meatballs. I'll go with the spaghetti and meatballs. Понятно, да? То есть I'll go with... Дословно я пойду с... Но имеется в виду я возьму. Я возьму. I'll go with... Ты смотри, какие интересные фразы были. Does it come with coke and fries? Does it come? Это приходит... То есть оно... Заказ вместе. То есть оно идет в состав. Это еще к тому же идет... Coke and fries, кака-кола и картошка. И теперь, когда он заказывает, можно сказать не только I'll take, я возьму. А можно сказать I'll go with... I'll go with... И помню, что у нас еще было полезное выражение. I'm still working on it, да? Я все еще работаю... Ну, думай о своем. Что же мне заказать? Еще раз. I'm still working on it. Does it come with coke and fries? Does it come with... With... What doesn't... Does it come with... Does it come with... Coke and fries? И теперь он заказывает I'll go with... I'll go with... You go with... I'll go with the spaghetti and meatballs. I'll go with the spaghetti and meatballs. Да, спагетти и фрикадельки. А, значит... I'll go with the spaghetti and meatballs. I'll go with the spaghetti and meatballs. Spaghetti. D, D? D. Spaghetti and meatballs. I'll go with the spaghetti... D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. Spaghetti and meatballs. And meatballs. Meatballs. Okay. Salad and the wine. Salad and the wine. Salad and the wine. Salad and the wine. Excellent choice. Excellent choice. Excellent choice. Превосходный отлично. Your order will be ready soon. Your order... Your order... Your order... Ваш заказ. Your order... Your order... Your order... Your order will be ready soon. Your order... will be ready... Soon. Okay. Your order... Your заказ будет... Ready... Ready... Готов. Soon. Soon. Скоро. Soon. Допустим, see you soon. Вижу тебя скоро, переводится до скорого. See you soon. Your order will be ready soon. Ваш заказ будет готов. Скоро. Скоро будет готов. How soon is soon? How soon... How soon... Soon is soon. Что он спросил? How soon is soon? How soon? Как скоро is soon? Являться скоро. 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 Скоро, да. Как скоро? Скоро. 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 Скоро, да. Скоро, если это ваше скоро. Скоро? 20 минут? 20 минут. Ну, спрашиваю, 20 минут. 20 минут. Подойдёт вам? То есть официант сказал 21-11, типа, нормально, а то You know what? You know what? То есть, do you know what? You know what? Как думаешь, как это переводится? What ты знаешь, да? Вы знаете... Какой? Вы знаете, что? Вы знаете, что? Знаете, что? Наводка говорила, знаете, you know what? You know what? То есть он уже кипит там, you know what? Он должен быстро говорить, да, сейчас будем You know what? I'll just go grab a burger across the street Да, куча слов сейчас будем разбирать You know what? I'll just go grab... I'll just go... Давай, вот что услышал? I'll... I'll... You know what? I'll just go grab... I'll just go grab... I'll just go... I'll just go... I'll just go... I'll just... I will just go... Will для будущего... То есть I will just... Я просто пойду... Просто... I'll just go... Я просто пойду, я просто свалю отсюда, да? I'll just go... I'll just go... Попробуем дальше услышать... Minutes... You know what? I'll just go grab a burger across the... I'll just... Вот после I'll just go... Minutes... You know what? I'll just go grab a burger... I'll just... Go... А после I'll just go... Еще раз... Minutes... You know what? I'll just go grab a burger... Граби что-ли... Да, grab... Grab... Это хватать, схватить, взять... Grab... Как take... Grab... A burger... 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 Hamburger... Burger... Burger... То есть burger, да? A burger... То он говорит, я просто... I'll just go... Я пойду и что? Grab a burger... Да, grab a burger... Вместо того, что вы говорите... Hamburger... Гамбургер... Burger... Надо еще раз... You know what? I'll just go grab a burger across the street... В конце... Across the street... Across the street... Через... 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 То есть пересекутом... Across... Через... То есть все вместе он говорит... I'll just go... I'll just go... Grab a burger... Grab a burger... Across the street... I'll just go... Grab a burger... Across the street... I'll just go... Grab a burger... Across... Across... Через... Across... Across the street... I'll just go... Grab a burger... I'll just... I'll just go... Grab a burger... Okay, I'll just go... I'll just go... Grab a burger... Grab a burger... Grab a burger... Grab a burger... A burger... A... A burger... Grab a burger... I'll just go grab a burger across the street. А теперь каждая сайтонация. I'll just go grab a burger across the street. Так, хорошо, еще раз. I'll just go grab a burger across the street. Хорошо. I'll just go grab a burger across the street. Я понимаю, что мы быстрый темп захватываем. Так, теперь новое у нас. Такое введение сегодня. Топ 1000 слов. Что это такое? Во-первых, классная серия Langenscheid. У них очень удобные, приятные пособия. И вот сегодня мы пройдем одну страницу. Так, топ 1000 слов. То есть это самые нужные… Учим слова, да? Да. То есть проверено, то есть замечено, что вот это вот наиболее употребляемая пачка слов, да, 1000 слов. Плюс этого пособия в том, что не только дается транскрипция слова, но еще самое важное дается пример употребления, то есть предложение, которым это слово используется. Если без этих предложений получится так, что ты их учишь, учишь, через время очень быстро забывается. Вот. А когда уже в предложении, то уже не так стирается. Поскольку предложение помогает, это как сеть. Образуется сеть. То есть это слово попадает в сеть других слов, и ему сложно уже из твоей памяти выбраться. Поэтому очень важный, нужный момент. И сегодня мы просто почитаем. Опять же эти материалы все будут. Может человек открыть, посмотреть, что там. Мы с тобой сегодня только прочтем. А домашнее задание будет твое? Выучено. Да. А как ты думаешь, как ты будешь учить? С предложением. А как именно? Как учить? Ну да. Как ты будешь закрывать? Какую сторону будешь закрывать? Ну, закрывать. Эту сторону учить, то это наоборот. Ага, рассказывай. Если ты будешь вот так закрывать, то есть читать английский и перевод на русский, как часто в школе делается. то у тебя будет пассивное знание, то есть ты будешь перевел на русский. А вопрос, а если тебе нужно с русского на английский? С русского на английский. То есть ты просматриваешь материал, но потом ты закрываешь английскую сторону. И все, только так лучше? Да, ты должен сказать, я могу дать вам свой адрес. С русского на английский. С русского на английский. Вот как сказать, я могу дать вам. Не, не нужно. А вот это хорошо. Я могу дать вам. Ну да, да, конечно. Вот как сказать, я могу дать вам свой адрес. I want. Я могу. Could. Can. Could это мог бы. I can. Дать вам. To take. Give. Давай. Give. I can to give. To не нужно, потому что can. После can. Вот тут случай, когда to не нужно. После модальной глаголы. После can. Видишь, смотри, я могу дать, но дать это честно, про что делать, да? Но у нас модальный глагол, после него не надо ставить. I can. I can give you. Give you. My address. My address. Yes. Мальчик, boy. Понятно, я видел, как несколько. Или я видел некоторых мальчиков, играющих в футбол. Хотя можно перевести, я видел, как некоторые мальчики играли в футбол. I saw some boys playing football. Да, I saw some boys playing football. Дальше менять, изменять. Мне не нравится мое имя, я хотел бы его изменить. To change. I don't like my name, I'd like to change. Да, я бы хотел, что сделать, поэтому to change it. Здесь мы не ставим to, потому что после модального глагола, то есть это те глаголы, которые выражают отношения к действию, can, я могу. Вот после них, даже если глагол отключено, про что делать, все равно то не ставится. Это после вот таких глаголов. У нас сегодня еще был такой should, да? Да. You should talk. Тебе следует поговорить там с кем. Вот. First name. Это имя. Потому что есть еще last name. Это последнее имя. Это как бы фамилия. Или surname. Тоже фамилия. Поэтому если их нужно уточнить, что имя имеется в виду не все вместе, а именно имя, как Сергей, Юра, то вот у нас first name. Итак, мое имя шотландского происхождения. До слова мое имя есть шотландское. My first name is Scottish. Следующая девочка-девушка. Итак, в классе много девочек. There are a lot of girls in the class. Да, здесь появляется конструкция, которую мы еще не рассматривали. There is a raw. Используется тогда, когда мы хотим сказать, что где-то что-то находится. То есть есть имеется. There are. Теперь что? There are a lot of girls in the class. То есть переводится с конца. There is a raw. Переводится с конца. В классе есть. Ну или просто в классе много девочек или девушек. Дальше. Удостоверение личности. Попробуй сам прочесть. Посмотри внимательно о транскрипции. Identity. Identity. Правильно. Identity. То есть карточка. Identity. Cards. 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 Ну вот. The police wanted to see. То есть полиция хотела в прошедшее время, поэтому и действоваться. Что сделать? Поэтому to see. То есть удостоверение личности всех, но дословно звучит так. Everybody's. Каждого. Кого? Чего? Everybody's identity cards. Апостроф с говорит, что это кого? Всех. Каждого. Всех, да. Каждого. Everybody's identity cards. Допустим. Катя. Кейт. Друзья. Friends. А чтобы было Катины, друзья, будет Кейт. Кейт. Friends. То же самое здесь. Everybody's. То есть каждого. Identity cards. Значит, всё. С этой книжечкой. Всё. То есть мне надо выучить, да? С русского переводить на английский. С русского на английский. Ты закрываешь английскую часть. Хорошо. Я понял. И должен, ты увидишь русский и уметь вначале медленно, потом быстро ответить. Всё. Вообще, домашнее задание по всему этому уроку будет написано в описании под видео. Всё будет чётко описано. Хорошо. Вот. И любой человек там может тоже посмотреть. Тем более в группе ВКонтакте он сможет там же посмотреть, что было на уроке, там будет описание и что нужно сделать. Вот. А теперь хотелось бы с тобой обсудить. Ладно. Ладно. Смотрим. Может начнём с алфавита. Не-не-не. Ай. Ну да. Пойдём в школу, да и будем. Слушай, сегодня был длинный урок. Да? Много всего. Да. Очень длинный. И показалось, что в какой-то момент тебе так было. Ух. Там пара так валил, да? Да. Да что-то да. Какие впечатления? Какие впечатления? Ну ничего не понятно. Какие-то идиоты говорят как-то сложно. А. Ты имеешь в виду непонятно? В фильме вообще труба. Они какие-то не учили английский язык, наверное. А-а-а. Ты Джеки Чан, ещё да, влепили Джеки Чана. Да. Можешь китайцам, наверное. Из этого номера. Да, номера слова. Ладно. Шутим, конечно. Не, ну хорошо. Тяжело. Что тяжело? Непонятно построение фраз, конструкции. Подожди, один момент. Со временем ты понимаешь, а-а, вот так. А-а, ну да, это ж уже было. А-а. То есть когда она новая, то кажется, ух ты, а сколько что-то будет новое длиться, чтобы вечно? Что-то будет вечно, а что-то не вечно ты будешь видеть закономерности, и ты не будешь пугаться. Наоборот, это будет для тебя как такой сад, в котором ух ты, что-то ещё новое есть. То есть тебе не будет скучно. Поверь, будет со временем что возникает. Угу. Так, ещё какой-то у меня был вопрос. Ну вот это основное. Угу. И проще, конечно, видеть всё это написано. На текст нам легче работать, чем когда он... Допустим, вот в этой книге. Слова, да. Когда в тексте видишь, тут в тексте всё нормально. А-а, а тут видишь, так вот в этом... А на слух они половина не договаривают, половина сливается в одно. Вот это наша задача, да? То есть пытаться услышать. Да. Построить уши, да? Да. Скорость приличная, ты же видишь. Да, да. Очень быстро. И это воспроизвести. То есть мы даже с тобой сейчас нисколько много говорим по-английски, да? Фактически. Да, да. Знаешь, что значит привыкнуть к этому. А потом, конечно, у нас будут и устные топики, разговоры там, какие-то темы. И что-то я у тебя буду спрашивать, когда ты уже хоть какие-то основы будут, да? Да. Задать вопросы, как дела, как там, что там прошло в день, вот понемножку. Вот. Ну, пока так. Вот. Хорошо. Всё вроде, да? Да. Всё? Урок закончен? Да, урок закончен. Окей. Пока.